Когда пленные немцы несли манную кашу, и дети не стали есть. Солдат сопровождал их, и два пленных немца несли котел. Принесли котел накормить голодных истощенных детей. И никто эту кашу, так и говорили, фрицовскую кашу есть не будем. И вот тут воспитатели стали бегать и объяснять, что эту кашу сварили нашей, что немцы это пленные, что они нас просто принесли, солдат заставил их принести. В общем, плакал солдат, и немцы не могли видеть этого, конечно. Война разгоралась все больше. Надежда, что она будет короткой, уже растаяла, как дым. Вся страна спешила на восток, под бомбежки, в другие города, в чисто поле, на тот свет. Ехали в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и на Урал. Рассказом людям представлялось, будто жизнь на Урале едва теплится. Далеко находятся друг от друга города и рабочие поселки. А вокруг беремучие непроходимые леса, и круглый год лежит снег выше человеческого роста. Что там впереди? Никто не знал. Главное было уехать. Мы были абсолютно никому не нужны. Очень хотели есть всегда. Колька даже, вот, Брагма падал в голодные опороки. Волосы примерзали к спинкам солдатских кроватей, на которых они спали. Ребята сбегали иногда. Редко это было, но сбегали. Чем хуже становилось в Ташкенте, тем хуже к нам относились, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Удивительный Ташкент. Рыжий куст, желтый лист, красный-желтый цвет. Другое царство. Тополь, романские окна, пьянки, легкий ветерок, безобразного хода судьбы. Город, выпавший из законов. Наслаждение бесправием. Киоски с портвейном, сине-желтые парки, пыль. Луна, как дыня, над улицами, где торгуют перцовкой. Лагерь беженцев. Сиплые голоса милиционеров. Так писал в дневнике писатель Всеволод Луговской. Эти дневники лишь первый взгляд. И взгляд и народца. Восток не понимали чужие. И сам он не готов был раскрываться. Здесь текла иная жизнь. Была иная религия. Тут отмечали другие праздники. То, что случилось в 41-м, было потрясением не только для тех, кто бежал на Восток, но и для тех, кто их там встретил. Миллионы незваных гостей ехали в города и села, где не было ни лишней еды, ни лишней воды. Ехали ненадолго, на месяц-два, не больше. А остались на несколько лет. Приезжали эшелонами. И выглядело это очень страшно. Вокзальная площадь Ташкента уже в конце августа, в начале сентября представляла собой чудовищное зрелище. Люди сидели на узлах, на улице. И вся площадь была забита несчастными людьми, приехавшими, не имеющими таких родных, как мои. С первых дней войны в Ташкенте возникли слухи о том, что Узбекистан может отделиться от СССР и станет англо-американской колонией. Некоторые даже начали на всякий случай изучать английский язык. Красный граф, писатель Алексей Толстой, приехавший в Ташкент с женой и прислугой, называл его Стамбул для бедных. Город, выпавший из закона. Это было не так. И люди очень скоро убедились, что здесь тоже была советская власть. Эвакуационное удостоверение. Вот что нужно было предъявить в первую очередь в пункте приема эвакуирования. Если приезжали семьи военнослужащих, то их принимал районный военкомат. Если приезжали просто жители, то их принимали городские жилищные управления. Вот в частности, среди моих родственников или знакомых, которые жили у нас, были семьи. Была такая семья, в которой были три молодые женщины. Муж одной был лейтенант, а два других были сержанты и солдаты. Семья лейтенанта была прикреплена к одному распределителю, а солдатские жены уже были в других условиях. Ну, пытались как-то сосредоточить все это так, чтобы обеспечить всем жизнь. Людей подселяли в дома к местным жителям. Строили временные жилища из глины и камыша. А когда в Ташкент стали приезжать сотни поездов с детьми, город превратился в большой детский дом. В центре Ташкента после войны поставили памятник кузнецу Шаахмеду Шамахмудову, который усыновил 15 детей-сирот. Среди них русские, узбеки, чуваши, татары, казахи, евреи, цыгане. Кабарья Кайнербаева усыновила украинского мальчика. Ему дали имя Алимстан, что значит по-казахски «прошедший огонь и смерть». Детей тогда усыновляли многие. Даже первый секретарь ЦК ВКПБ Узбекистана, Кусман Юсупов, удочерил ленинградскую девочку. Это была осень, когда ее перевезли, и вот листьев было много в саду опавших. И она всегда во время обеда или еды в свой фарточек, такой фарточек у нее с кармашком был, она складывала, ну, чего-то брала, там кусочки хлеба, ну, вот еду, и закапывала под эти листья. Вот. А я, когда как-то это все увидела, я, у меня все-таки была какая-то немножко такая ревность, что, ну, вот, появилась еще одна сестра, и как-то была вся папина с мамой любовь ко мне, а тут они уже старались ее как бы делить между нами поровну. И я решила вроде как наябедничать, что вот она вот прячет вот там под листьями. А папа мне сказал, не трогай ее, она боится, что у нее этого не будет, и поэтому она пускай прячет, пускай прячет, когда она уже обживется немножко, все, она это перестает делать. Вот. Это родная наша сестра. Она так и носит фамилию Юсупова. Ташкент называли городом хлебным. Там было много фруктов, тепла, созревала вкусная зеленая редька, эвакуированные называли ее узбекским салом. В старой части города сохранился старинный уклад жизни. Базар, на котором говорили только по-узбекски. А на русском могли не понять. Женщины ходили в паранже. Этот город, который не дал нам умереть, мы выжили, но были истории разные. А вообще, чем хуже становилось в Ташкенте, тем хуже к нам относились, конечно. Я помню вот такую, вот такой случай. Вот на площади морячок какой-то, видно, в отпуск приехал к своим. Молодой парень такой, ну, знаешь, одесские морячки такие. И там стояла очередь, там такая, конечно, очередь стояла в лавочку за арбузы, дыни там вот продавали. А он подошел, хотел что-то спросить сбоку. Ну, его оттолкнули вот так, что, мол, он думал, что он без очереди. А он там начал обидеть. В общем, короче говоря, вот так вот сцепились. Значит, а он драться умел. Значит, с одной стороны, вот и пошла драка. Прямо все, никто не вмешивается. Все стали со стороны морячка стоят все, значит, эвакуированные. А с другой стороны стоят местные населения. И вот подталкивают, значит, пожалуйста, дерите. Короче говоря, вот такие драки, вот такие с местным населением. Там, ну, как мы говорим сейчас, понаехали. Там тоже потом началась такая жизнь, что ли, понаехали. Здесь же у них еды там тоже. Они сами начали голодать. Вот, ну, вообще, в принципе, вообще узбеки относились к нам неплохо. Поезда прибывали и в Алмату, незнакомый город у подножья Алатау, в места под поэтическим названием «Страна Семирек». Никто не представлял себе, что такое Алма-Ата. И мы тоже себе не представляли. Единственное, что запомнилось из довоенной еще печати, в центральных газетах всегда весной появлялись фотографии, и под ними подпись «В Алма-Ате цветет урюк». Вот единственная была, единственная информация. И там все говорили, что вы, вы же едете в края, где вообще зимы не бывает. Это вам все не надо, это все не надо, то не надо, пятое не надо. Вот мы вот так приехали, налегке. Приезжих в городе было так много, что люди неделями жили на улице. Даже письма сюда приходили с адресом Алма-Ата, скамейка номер один. Это поначалу не пугало. Безветрие, яркое солнце, фрукты. Но со временем всех расселили. Война разлучила семьи. У каждого кто-то воевал, кто-то был дома. В общежитии, временном, ненастоящем доме людям легче было находиться вместе. Вместе слушали сводки с фронта, читали письма. И утешали тех, кто их давно не получал. Пали в одной комнате, человек восемь. Питали на столовой. Ели в основном затируху. Это, ну, типа украинских галушек, только из сорной муки. Получали по карточкам хлеб. По полбатона на один. Должен сказать, что хлебные карточки виртуозно подделывали студенты художественного факультета. И каждый день отрывали эти в магазинах талоны и выдавали хлеб, который они несли на рынок. И на них, на деньги, которые выручали покупать. И мясо, и молоко, и рис, и яблоки, и все, что... И поэтому, конечно, они покровительствуют девушкам из актерского факультета. И что, греха-то эти романы были за это питание. Время было голодное. Нас часто находили в саду под яблоками. Это, брат, вот у меня. Ну, и заснувших или там искали там, но находили. Вот. И есть было практически нечего. Это я тоже помню, потому что моя мама рассказывала мне, что я... Она приходила домой с мостфильма после съемок. Ну, как их отпускали там, я не знаю во сколько. Но она примерно до часа, до двух, до трех не входила домой. Она входила во двор и сидела во дворе. В скамейке. И была собака, там огромная собака. По-моему, звали ее Рекс. Ну, может быть, у меня это перепуталось уже со всеми рассказами, там, фильмами, но вот собака, овчарка, по-моему, была Рекс. И моя мама, она вообще собачница страшная. Ее собаки всегда все любили. Она любила. И она не ходила домой, потому что она боялась очень, что я не сплю, и что я буду в нее просить хлеба. Она говорит, что ты всегда. Меня все равно ждала, все равно не спала. И когда я входила, первый вопрос, мама, принесла хлеб? Хоть крошечку. Мы хотели есть всегда. Колька даже, вот, брат мой, падал в голодные обмороки. Самыми дефицитными товарами в эвакуации были чай, водка, мыло. Это то, что ценилось на вес золота. Еще до войны я собирал, увлекался, я собирал коллекцию оловянных солдатиков. Вот как у Андерсона, знаете, стойки оловянных солдатиков. Я собрал довольно большую, наверное, штук 500, а может быть и больше, большую коллекцию оловянных солдатиков. Ну и наступил момент того, что нужно было где-то доставать хоть какие-то деньги. И я решил расстаться со своими оловянными солдатиками. Я пошел на рынок, на базар, значит, на Уфимский. И пошел, значит, с таким мешочком и стал предлагать, просто, там продавали все, ну, такая барахолка была, продавали все, что можно только было продать. И, значит, я стал предлагать солдатиков. Сначала не обращали внимания, потом почему-то заинтересовались. И я просто стал предлагать один за другим. Солдатик стоил 15 рублей. Можете себе представить. Но 15 рублей мне никто не давал. Значит, потом я снизил цену до 10, потом уже за пятерку, короче говоря. Каждый солдатик стоил 5 рублей. Ведро картошки стоило 400 рублей. Мамин зарплата была 500. В глухих аулах за плитку чая, а чай тогда был не рассыпной, а спрессованный, можно было выменять барана. Тем, кого эвакуировали в сельскую местность, особенно в глухие, отдаленные от райцентров и дорог деревни, жилось еще сложнее, чем горожанам. Это был очень маленький аул. Жили мы в длиннобитной мазанке, которая состояла из одной комнаты, если можно это назвать, с длиннобитным полом. Площадь этой комнаты была где-то, наверное, 12 метров. И типа кухни-прихожей. Там было метров 6, наверное. Вот и все. И печка, которую надо было топить. И самое страшное было даже не голод, а именно холод. Вот эта необходимость добыть топливо. Маме приходилось ночью ходить, а ящики, там тару какую-то подыскивала, ломала, топила. Вот это. Зима была очень холодная. Первая военная зима. Зима наступила неожиданно. В некоторых местах на Востоке уже в сентябре лежал снег. А многие приехавшие не взяли с собой ни одной теплой вещи. Забота об эвакуированном населении. Так называлась статья в газете «Правда» 18 декабря 1941 года. Задача всех местных организаций, а также коренного населения, состоит в том, чтобы миллионы новых жителей были по-братски встречены и устроены. Только люди черствые, лишенные советских качеств, могут проявлять грубость по отношению к эвакуированным. Только заскорузлые бюрократы могут относиться к приезжим советским людям, как к чужим. Отношение было неоднозначным, потому что такая хлынула масса народу. Вряд ли кто-то радовался, когда видел, что ходят эти люди по улицам, значит, и смотрят, где можно присесть или где поселиться, и все. Здесь я должен коснуться неприятной темы. Алма-Ата была городом много национальности. Ну, не много, но несколько тут было национальности. Здесь было очень терпимое положение. Но во время войны человек ведь как устроен? Нужно найти виновника от своей беды. А виновники эти эвакуированы. Потому что вот, приехали, значит, спасают свое добро и так далее. Вот ходили. Сохранились документы в архиве Восточно-Казахстанской области, в которых, значит, констатируют местные власти, что эвакуированы. Вот они приехали работать, а там какая работа в области? Насилие, естественно, в колхозе. А они не умеют. Непривычные они к сельскому труду. Это гаражаемое все. Возникала напряженность. Всегда шагаем мы вдвоем, похожие, как братья. Мы за обедом под столом, а ночью под кроватью. Так звучала новая народная загадка. Ответ был – уши НКВД. Всех эвакуированных по возможности проверяли, как они вели себя в момент эвакуации. Паническое бегство без разрешения осуждали власти и общественное мнение. За него исключали из партии. А если эвакуированный говорил, что лозунги «победить врага малой кровью» и на его территории провалились, военным трибуналам его могли приговорить к пяти годам лишения свободы. Власть искала врагов. Врагами могли быть целые народы. Только за одну неделю, с 31 августа по 7 сентября 1941 года органы НКВД провели спецоперацию. Переместили из пригородов Ленинграда в Казахстан 132 тысячи немцев и финнов. В Казахстане, Сибири, во многих краях, куда теперь ехали в эвакуацию, жили и те, кого советская власть выслала намного раньше. Там были выселены люди, вот эти большие, кого считали куркулями. Вот такие люди выселяли туда. Там такие бараки построили, деревянные. И это в этих барахах жили. Ну, встретили, как? По-разному. Были такие, что, говорят, до нас гнали, а тогда до нас приехали. Виганяли из очереди. Пока хлеба не возьмут, мы не возьмем. Давали там на рабочего, кто делает, на того, сколько хлеба давали. Не давали же много. Пайок там какой-то был. Виженуть, пока они не возьмут, не тот. Не дадут хлеба. А тогда обжилися, познайомилися, обробилися, робили разум. Мать так доела там коровы. Когда мы приехали, я почувствовала, как будто какая-то невидимая черта разделила местное население и эвакуированы. В 43-м году, когда немцы подходили к Сталинграду, досужие кумушки могли сказать такое. Погодите, погодите. Придет время, вам места в пруду будет мало. Ну, конечно, мы их стесняли. Конечно, им незачем был этот такой длительный визит. Ну, а потом наш сосед, говорили, открывал ворота Колчаку. А тогда, во времена советской власти, ясно, как были мы настроены по отношению к белогвардейцам. В 43-м году я вступила в пионеры. Когда я одела галстук, я считала, что это будет всем очень приятно, что я стала пионеркой. А в очереди одна женщина сказала мне, что галстук-то надела, немцы придут за галстук-то и повесят. По-разному складывались отношения эвакуированных и местных жителей, как среди детей, так и среди взрослых. Да нигде нас хорошо не встречали. Наверное, считали, что дурью маемся. Хоть такие, как нас привезли. Ходили, когда нас привезли и в доме. Сначала мы с хозяевами жили. Ходили на нас смотреть, как музей. Мы уже не двигались, лежали. А потом, как немножко мы окрепли, стали нас выковыренными называть. Что вот приехали, у себя там не живете. Никто же не понимал, что это такое блокада, что на тебя день и ночь сыпятся и снаряды, и бомбы. Мы были абсолютно никому не нужны. Куда нас совать, неизвестно. Мой отец, который кончил юридический факультет Московского университета, он был адвокат, был членом коллегии адвокатов. Короче говоря, первое, что он сделал, это в Уфе нашел отделение коллегии адвокатов. И с каким-то трудом договорился, что мы нас пустили в это учреждение, где просто нас поселили временно. Мы спали на столах, потому что больше негде было спать. Или сдвигали стулья, или просто спали на столах в повалку. В Сибирь, на Урал, в Поволжье перемещались большие и малые заводы. В западной и восточной Сибири разместилось их больше трехсот, в Поволжье больше двухсот, а на Урале больше шестисот. Здесь тоже текла иная жизнь, не похожая на ту, да военную. Военные заводы часто строили прямо в степи или в лесу. Рабочие сами осваивали выделенную территорию, валили лес, прокладывали дороги. Мороз был 40-42 градуса. Мы ходили на завод по колено снега, то и больше не идешь. Запутаешь тепло и идешь туда. И там работали. А с завода дров там мало, так давали на бараки. Носили, завод только строился, пока один цех был построен. А потом строили другой цех рядом. Обрезки были, дров, вот эти всякие. Мы их собирали, каждый, кто сколько мог, и нес домой. И топили эту печку. Сушили валенки, выдали нам там валенки, телогрейки. Вот мы ходили. Работали мы. Там по 12 часов, там было три смены. Когда пересменка, работали по 18 часов. С 8, и на следующий, нет, это 12 дня. Если удавалось пойти домой спать, я шла по страшному городу. Черному, в котором еще были недобитые какие-то там кошмары. У меня в кармане шинели была заточенная металлическая расческа. На случай. Мне не пришлось применить ее ни разу. Все дети в эвакуации пошли учиться в местные школы. Школы эти, переполненные, неотапливаемые, нередко находились за десятки километров от дома. В школах временно прекращалось преподавание пения, рисования, черчения. Вводилась военная подготовка для юношей и санитарная для девочек. Уроки шли в три смены, а после занятий сдвигались парты, и ученики садились вокруг коптилок. Школьники писали сочинения на тему «Умереть так, чтобы Родина гордилась». Мы пошли с мамой записываться в школу, а там в школу закрыто, никаких объявлений, ничего нет. Мама говорит, какой непорядок. Такая была дама московская модная. Какой непорядок, говорит. И мы идем, она расстроена, идет домой. А бегут рядом мальчишки и кричат «А, москвичи! Драпали из Москвы! Трусы, трусы!» Ну, мама молчит, а я, значит, все время оборачиваюсь и говорю «Вот вам!» Она меня дернула за руку «Не смей, молчи! Сохраняй достоинство!» Она всегда сохраняла достоинство. «Ой, идем, я держусь изо всех сил!» Они опять трусы драпали! И я опять показала язык. Мама только дернула меня за руку и, ничего не говоря, пришла домой, взяла веревку, расстелила меня на полу и начала пить. Так что я потом два дня сесть не могла. И я даже не обижалась. Я понимала, что она так переживает, что она из Москвы уехала. Она так любила Москву, она боялась, что она никогда туда не вернется, ничего больше не увидит. И все же такие случаи встречались нечасто. Очень многие люди благодарно вспоминают далекое школьное детство. Вот однажды я пришла в школу, подняла крышку парты и обратила внимание, что там лежали несколько картофель, несколько соленых огурчиков. Я не придала значения этому. После окончания уроков ушла, оставив. Тогда меня вызвала классная руководительница. Классной руководительницей у нас была Антонина Ивана Бачкаева. Она была эвакуирована из Москвы. Москвичка, преподавала русский язык и литературу. Она вызвала меня к себе, подозвала меня к себе и сказала, Лиля говорит, ты не права. Я не нищенка, мне не надо подачки. Видите, гордая какая была, видите. Голодала, а то, что мне приносили, ребята, не брала. Она говорит, обязательно возьми. Голод испытал в эвакуации каждый. Продукты выдавали по карточкам. И не было ничего страшнее, чем нечаянно их потерять. Мама нашла огромную пачку на большую семью. Причем это было что-то 2 или 3 числа месяца. Начало месяца было. То есть на весь месяц эти продуктовые карточки. И вот тут она меня взяла. Она пошла в милицию. Она боялась, что могут это как-то, что милиция может не отдать эти карточки. А там всегда была фамилия на карточках. И она пошла в милицию. И по фамилии она узнала адрес этих людей. И она меня взяла с собой. Причем она пошла после работы. Зимой это было. Поэтому рано темнело. И мы уже шли в темноте по городу. И это я тоже хорошо помню. По каким-то сугробам. И пришли к какому-то дому. Вошли в темный такой подъезд. Она, значит, постучала в дверь. И открыл какой-то старик. Я это так запомнил хорошо. Старик такой довольно высокий. Ну, мне казался высоким. Я-то был маленький. А в квартире стояла какая-то истерическая такая обстановка. Дети плачут. Там взрослые что-то кричат. На детей, видимо. Ну, мы не разобрали, что именно. Но такая истерика в доме. Это понятно. Потому что они были обречены на голод просто. Они не понимали, как они будут жить. И он очень резко спросил, что вам нужно. И она сказала, вы знаете, вы извините, я нашла ваши карточки. И каким-то образом это услышали и там. И во Царинске, ну, во всяком случае, я так помню. Потому что какая-то тишина была. И он потом что-то закричал им. И заплакал. И, значит, втащил нас в квартиру. И нас пытались там усадить куда-то что-то. Это, там, чай какой-то. Ну, мы не остались ничего. Но я помню, какое это было. И это на всю жизнь осталось. Поэтому она правильно сделала. На всю жизнь у меня это осталось. Вот этот момент, что отдать. В Свердловске мы жили на мельнице. Мама работала там рабочей. А я в детском садике был. Тоже внутри мельницы. Она огражденная была. Как производство муки. В нашей комнате окна выходили на проходную. И вот картина после смены. Представляешь, эти женщины идут домой как бы. У них дети там, да. Хочется их покормить. И вот охранники раздевают этих женщин. Из бюстгальтеров муку вытряхивают. Из туфель, из трусиков. Они хотели пронести там, не знаю, сколько там, полкило там. Вот. И все прямо на землю. В общем, такое. Ели лебеду. Соседи приносили очистки от картошки. Которые тщательно промывали. И смешивали с лебедой. И употребляли в пищи. Где-то в марте месяце, когда прилетели грачи, брат сказал, что он желает, как говорится, подохнуть с холода. Поэтому достанет мясо. Взял рогатку. И принес трех подстреленных рогаткой грачей. Мы щипали. Вернее, я щипала этих птичек. И в этот чугунок, в печку сварили. Они оказались синенькими маленькими комочками. Никто не решался кушать. Голод-то был. А боялись умереть от неизвестного мяса. И тогда бабушка Груни, став на колени перед образцами, безразобразами, у нее икон очень много было, она была верующей женщиной, взяла одну лапку, направила ее в рот, приговаривая, ах, как вкусно! Ее съела мясо с этой косточки. И тогда мы тоже приняли за это мясо. Рабочим на заводах хлеба, конечно, давали больше. Иногда они получали даже пайки под названием УДП. Усиленное дополнительное питание. В народе их расшифровывали иначе. Умрешь днем позже. Если сверху в лодку расстаешься, после 12 часов давали талоны. Ну, талоны питания там такое. Суп, лапша, лапшинку догонять, и второе каша. Мяса, конечно, не было. А то, что у нас были карточки, вот на карточке мы получали вот этот порошок американский, яичный порошок. Вот это вместо мяса было. Водку давали, водку мы ж не брали, нам она не нужна. А в заводских столовых составляли поэтическое меню. Голубая ночь, так называлось блюдо из ботвы. Осень, баланда с горохом. Карие глазки, суп с воблой. Осеннее небо крыша, а стены деревьев квадрат. Но руки станочников дышат, и дипы натужных хрипят. Буржуйки чадят в поднебесье, у каждого пышет станка, рабочие злобой в грейсе, иначе замерзнет рука. На станках увозят детали, на сборку морозом звеня, и пушки на фронту сжали, тепло трудовое храня. Такие стихи рабочих печатали заводские многотиражки. О трудовом подвиге в тылу писали стихи и снимали фильмы. В кадре рабочие улыбались и излучали оптимизм. Но на самом деле все было далеко не так оптимистично. Тяжелее всего приходилось ребятам без семей. В бараке было холодно. Промерзали стены, и Иний стоял на стенах комнат. Волосы примерзали к спинкам солдатской кровати, на которых они спали. Ребята сбегали иногда. Редко это было, но сбегали. В Вежевске их ловили, и спрашивали, куда же вы идете? Там же фронт убивают. Но там хоть кормят, отвечали ребята. Их возвращали на рабочие места. Я видела, как эти ребята провожали на кладбище своих товарищей в гробах, не обшитых гробах. Никто их не считал, конечно. Тогда просто не время было. Думаю, что их и сейчас. Никто не знает, сколько их осталось там. Но далеко не все возвратились из тех, кто уехал в эвакуацию. Жили мы в бараке. В бараке было много людей, всяких и разных. Запомнился мне такой эпизод, что я заболел. Оказалось, у меня малярия. И вы знаете, болезнь очень тяжелая. И плохо бы кончилось, если бы не молодой человек, который тоже болел в то время туберкулезом, не поехал в город и не нашел мне лекарства, которое называлось хинин. Благодаря этому лекарству я и выжил. Но сам молодой человек умер. Во все советские школьные учебники вошло имя бригадира тракторной бригады Паши Ангелиной. Еще до войны на ее призыв работать на тракторе откликнулось 200 тысяч девушек. В эвакуации вместе с сестрами она работала в полях Казахстана. Три сестри Ангелиной Паша, Надія та Льоля. На колгость Миклана в Сенечного Казахстана ось уже два роки працює бригада славетных дочок украинского народу. Тут далеко від фронту бригада Паши Ангелиной завжатою Стахаровською працею допомагаю вызволяти рідну Україну. Видели ли нам 4 трактора? Вагончик. Местные. Они работали в одну смену. На ночь тракторами приїжджали назад. А мы на полевом стане находились круглосуточно. Работали две смены. Работали ночью. Работаешь. Это простор. Наталя і конца не видно. Едеш, одна на тракторе, прицепчик правда есть. И вдруг видишь, волки, глаза сетятся напротив трактора. Местные получали очень маленький урожай. Мы посеялись очень досрочно. Выполняли все громадянамические мероприятия. И сходы были просто неопустимы. Приехал первый секретарь райкома партии Симонов. Он как клянул на наши поля, ахнул. Но даже семья легендарной Паши Ангелины пережила в Казахстане большую трагедию. В Казахстане я тоже родила. Еще сестра родила. А Леля дороги родила. Маленький сын у меня находился со мной в Полевом Стане. И к нашему большому горю мы троих малышей похоронили в Казахстане. Многое из того, что случалось в эвакуации, не снимала советская хроника. Там очень быстро мужали взрослые. Там очень быстро взрослели дети. Едва исполнялось 14 лет, их могли осудить по законам военного времени. Об ответственности рабочих и служащих предприятий в военной промышленности за самовольный уход с предприятия. Такой указ принял Президиум Верховного Совета СССР 26 декабря 1941 года. За его нарушения массово осуждали подростков. Леворазгон писал в книге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова